друзья привет друзья хочу вам показать одно видео которое очень хорошо характеризует лудоманию лудомания это по-русски игромания есть такой стример мел который при помощи стримов зарабатывает неплохие деньги на этих стримах так скажем треш стримах он бухает там знаю кто там дерется у него в кадре там какие-то проститутки шалавы малолетние в общем такой треш и угар происходит и соответственно зарабатывая деньги рекламируя онлайн казино и рекламируете онлайн казино он на них подсел то есть выражаясь наркоманским языком дилер сам подсел на то чем торгует рассказывает то что видео будет я не хочу вы его посмотрите но вкратце скажу что этот мел пришел к одному довольно таки известному блогеру да амирану сардарову чтобы видимо как-то тот ему помог вернуть долги то есть как-то пропиариться помимо того что он лудоман этот мел он еще алкоголик а возраст у него всего лишь 23 года то есть 23 года человек жестоко находится просто в серьезной алкогольной зависимости и игрозависимости не знаю возможно какие-то счета у него пол куча зависимости это в 23 года ну довольно таки обеспеченный человек приятного просмотра только представьте себе как это классно бежать есть есть все есть звук есть все есть настроение нету у него проебался как ты докатился до такой жизни все происходит постепенно и пока подожди не сдавай вопроса в лоб в лоб вопросом раздавать только каким-нибудь проституткам как же тебя хуёво брат короче блять можно здорово всем всем привет всем привет всем привет нормально да нормально это нормальный стрим с нормальным звуком но с хуёвым настроением я приехал предложил ему бухнуть он говорит мне здоровье запустил стрим но я приехал предложил бухнуть он сказал мне здоровье запустил стрим не здоровье но нет здоровья и поэтому вообще предложил я хотел предложить стрим запустить в баре там с телефона например там я бы бухал ты бы сносил бы смотрел ты куда меня тянешь ты меня тянешь на дно бухло это дно когда приходится бухать так часто конечно ну да 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 не загоняйся пацаны у кого самый большой кредит сейчас я загоняю на мухли блин ебать сколько у людей кредитов это это комната их вогнал а я или ты Такие как ты, которые играют в казино и берут у них долго, блядь. Бля, мы бы... Лучше не начинай эту тему. Первый на... Я бы лучше, я не знаю, я бы... Я бы раздезморалился бы... В какой-нибудь трепухе, музыкой своей... Скажи, а вот... Шарами, блядь. Что тебя загонили, подожди, что тебя загнало так сильно, скажи. Что меня загнало? Ну... Типа... Диземарно просто? Да. Ну, в целом, как бы, проценты, долги. Долги. Да, типа... Сколько долгов у тебя? Ну, долгов на 22... Вот тебе так стоят? Не, подожди. Вадим, ты сейчас почему загонили? Тебе вот так поставили, сказали, верни, иначе тебе пиздец? Долгов суммарно где-то миллионов семьдесят. Сейчас. Ну, там чуть больше на долларов. Похоже, я даже не считал. Правда? Я просто взял и... Ох, блядь! Лиседаун! А у кого ты взял? Короче, вот я должен примерно 60-70 лямов, и 22 миллиона из них должен Типу... Вчера? Который я взял там позавчера, ну, где-то позавчера. Это серьезные люди? Ну, я ему в двух словах рассказал, типа, блядь, он... Ну, и так нихуя не понял, как бы. Ну, тот, блядь, типа, Мроди, Саня и... То есть, на днях мы... Я раньше с ним, типа, вообще заебись общался. Он был против того, чтобы я вообще брал другие какие-то, нахуй, это еще. А зачем ты взял? Ну, честно, ну, поделись. Вот ты же с людьми откровенен. Нахуя ты залез в такую зону? С надеждой выиграть. Ты что, ебанутый, блядь? Ну, серьезно. Ты реально надеешься в казино выиграть, решить все свои проблемы? Это ошибка каждого, кто играет в эту хуйню. Окей, ну, так... Типа, тут нужно задать мне вопросы. Это нужно задать вопросы всем вообще, кто играет в эту хуйню. Не-не, ну, ты же сейчас в этой ситуации. Да. Ну, я же с тобой сижу. Я с тобой выиграл, да. Я просто выиграл. Окей. Я проебал. Ну, а как далеко ты еще готов зайти? Еще долго взять? Еще, да. Я уже... Я думаю... Я думаю уже... Ну, то есть, все. Уже настолько хуево стало, блядь. Типа, не, ну, подожди. Ну, вот я сейчас мухой, да. Если бы мне сейчас предложили взять еще 1500 долларов, я бы взял. Ты бы взял? Да. То есть, ты ебанул. Я первым твоим стримом ебанул бы, депнул их, нахуй. Охуеть. То есть, ты хочешь заюзать мой канал? То есть, он бы, он бы сейчас, знаете, что сделал бы? Он бы, короче, сделал бы, нахуй. Не взял бы. Выключил бы свет. Не, 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 не. Спидал бы все мои деньги, нахуй кошелька себе. Никогда в жизни. Чужого не брал. Проблема в другом. Я не могу понять, почему ты себя чувствуешь живым только в этом круговороте. Я тебя не грызу. Я тебя не грызу. Я, это у тебя реакция, знаешь, такая реакция. Наркоман. Надо говорить о том, как тебя вытаскивать из этой жопы. Это как наркоман, который приходит и говорит, что, блядь, я, пиздец, не знаю, что делать, блядь, сижу на дозе. Не, ну это проблема мне. Долги, жизнь, тлен, осуждаю, петля, нахуй. Я назову себя пост, долги, жизнь, тлен, осуждаю, петля. Он алкаш, да? Он изменился, он похудел, взялся за себя. Ну да, ну просто там врач сказал, ты крякнешь, нахуй, через неделю. Да. А тебе должны сказать... Ну, несчастными, через 23. Бандиты, да? Ты сейчас крякнешь, если будешь долги дальше брать. Да иди ты, нахуй, вообще, блядь. Пиздец, нахуй. Он еще и влядает на это. Я считаю, что, если ты публично, у тебя там не такие люди, в которых ты должен, которые стоят уже с автоматами и стволами у тебя перед жопой. А если ты будешь... А если? Ну, ты бы тут не сидел, я бы чувствовал это. Ты у тебя уже жопа горела, ты бы по Москве бегал и искал бы, как бы перезадить. А у тебя ощущение такого, знаешь, на отходосах лудомана, который хочет опять поиграть в надежде, что он выиграет, все долги раздаст и опять пойдет по шлюхам жить свою прекрасную жизнь, как было в первый раз. Ну, это у тебя такое ощущение, да? Нет. А если я мог бы это не показывать? Ну, то есть есть варик, что сегодня после стрима я больше тебя никогда не вижу. Не после стрима, 22 числа. Что? У меня просрочка. 22 числа? 22 сентября у меня начинается просрочка 9 тысяч долларов в день. То есть 21 должен 9 тысяч плюс, 22 еще 9 плюс. Да. То есть за 10 дней, 29 числа я буду должен на 90 тысяч долларов больше, чем брал. Дай совет, выиграл 4 миллиона в Крейзи, хочу дать полтора родителям за хату, а как с остальными бабками делать мне просто 18? Я тебе советую не играть больше, вообще забыть казино, если не хочешь в него превратиться. Нет, казино это игла. Если он выиграл 4 ляма, в голове это отложится навсегда, что бы ты сейчас ни говорил ему. Он пойдет играть еще? Да. Ты бы уверен? Я готов поставить на это все. Все, что у меня было бы и есть потенциально, я готов на это все поставить, что он еще раз сыграет. Это игла. Подожди, а ты в итоге в длинную, ты в минусе или в плюсе в казино? Ну все, что ты за все время играл, ты в минусе или в плюсе? Я даже волосы проебал. Что, угораешь? Ну волосы ты не у меня проебал. У тебя проебал. У меня проебал, да. Конечно в огромном минусе, в огромнейшем пиздец. Казино это блять, это вообще я ебал, ебал, дрочил, шатал, кончал. Это пизда. Я считаю, нужно сначала передоговориться о долгах, перестать их брать и постепенно отдавать. Окей. Учитывая, что у него пока есть медиа капитал и новая сейчас, новая волна хайпа, на которую он может заработать, нужно просто собраться и это делать. Я понимаю, что ему скучно. Он бухает, у него эндорфины повышаются, ему хочется адреналина. А потом у него отходосы, ему не хочется ничего делать из-за рутинного, ему хочется опять в эту движуху играть. Но ты по спирали идешь вниз, блять. Куда дальше? Уже совсем на дно скатиться. Уже.